Всем привет! Как меня слышно? Приветики, приветики всем! Чередниченко фото, привет! Привет! Чебоксары, большой привет! Как меня слышно? Мне лучше снять наушники. Якутия, тоже большой привет! Всех рада приветствовать, как и просили, вышла в прямой эфир. Зарьям Эс, привет! Хорошо слышно, видно, замечательно. Как мне такая повязка на голове? Мне идет, я просто вечно люблю что-то такое придумать. Ну, не знаю, как-то это не очень. Ростов-на-Дону. Привет! Привет! Красотка, большое спасибо! Ой, здравствуйте! Спасибо! Ой, какое счастье! С утра опироль! Все в лучших традициях. А у нас жильенок, к сожалению, нет. Жильена нет? Есть креветки в соусе и салат Цезарь. Так, а что вкуснее? Ну, в принципе, и то, и то вкусное. Ой, какой вкусный опироль! Вот, прям классный! Так, давайте. Так, а креветки, они что там? А в каком соусе? В чесночном. В чесночном? Да. Так, а целоваться мне сегодня интересно надо с кем-нибудь. Так, ну, я не знаю. А они, как, они пожаренные, да? А Цезарь там что, с креветками или с курицей? Есть с креветками, есть с курицей. Ну, давайте мне креветки просто. В чесночном соусе. Да, да, давай. Спасибо. А долго ждать? Голодная такая? Сейчас я на голодный желудок как напьюсь. Минут 20, наверное. А Цезарь быстрее? Я тоже, чтобы я. Ладно. А хлебушка нет кусочек что-то съесть у меня? Есть. Принесите мне что-то. Есть тортик, есть мороженое. Нет, соленое. Сладкое не люблю. Так, соленое. Сейчас, пожалуйста. Что-нибудь мне съесть, а то я сейчас на голодный желудок с этим оперолем, а будет шальная императрица. Мне надо это срочно. Или хотя давайте я буду ждать креветки, а то я сейчас хлебом наемся и креветки уже не поем. Жаркая Одесса. 30 числа я буду у вас делать джаггер-джаггер под Соломона со своими одессийскими друзьями. Так что ждите. Вот так вот. Моречка, ты мне приснилась. У меня так подружились, очень много фоток сделали. Ух ты. Это классный сон. Как всегда они читают. Я почему? Я читаю, я заказывала креветки. Понимаете, голодная очень. Привет, моя хорошая. Большой привет. Ты из Корея? Нет, я не из Корея. Где жить будешь в Одессе? Я буду жить у своего хорошего друга. В смысле, я буду жить не одна, я еду с своими подружками. Я с ним договорилась, что мы там тоже, ну там я с подружкой или с двумя, не знаю, что я там буду жить. И это мой друг, мы с ним познакомились в Таиланде и еще не виделись в тех времен. Он постоянно на связи, у него там есть дом, бассейн, поэтому мы там будем все вместе тусоваться. Вот, а если он, конечно, сейчас заднюю не возьмет, сейчас увидит этот эфир, скажет, да, ну тебе нафиг. Знает он просто на супер. А салат греческий можем вам сделать пять минут? Нет, я буду ждать креветки тогда. Спасибо большое. Я отдыхаю в прекрасном месте на воде. Я вам сейчас покажу, где я. Просто где у меня обед в одиночестве. Сейчас кое-что спрячу, чтобы вы не видели. Вот. У меня коктейльчик здесь стоит. Ой, музыка! Какое счастье! Ура! Слушайте, не настроение, а сказка. Эти рестораны уже, честно, надоели. А вот на воде мы сейчас пойдем еще на яхте, будем гулять. И сегодня устроила с подружками девичник. Я хороший, кстати, организатор. Вот у меня организаторские способности на высшем уровне. Я никогда не опаздываю, если договариваюсь. Я всех подготавливаю, организовываю. Если не хочется жить, то нужно, конечно же, умереть. Ну, глаз на руках. Конечно, умирайся. Вам дана жизнь для того, чтобы хотеть ее проживать, для того, чтобы расти, размножаться, стремиться вверх. Но если вы не хотите жить, освободите кое-какое место для кого-то другого. Нет, на яхте мальчики нас снимать не будут. На яхте будут только девочки. Поэтому не надо ля-ля-ля-ля-ля. В каком районе в Одессе я буду жить, я не знаю. Кстати, мой друг просто на меня ругает, что я говорю не Одесса, нет, не Одесса. Уж хуй знает, чувак, не фиг знает, не знаю. Как-то надо говорить Одесса, а я говорю Одесса. Я, короче, не знаю, как правильно говорить. Напишите мне, как правильно произнесите это слово. Так всегда прекрасная вещь, приятная, спасибо вам. Я сейчас в Подмосковье. Одесса, Одесса, не знаю. А можете, пожалуйста, чуть-чуть музыку потише сделать, то люди пишут не плохо, не плохо. Что подарить парню на ДРЭП? Подскажи. Парню на День Рождения... У меня музыка саму сбивает. Я же не знаю вашего парня. Я, например, своему парню не одного подарка на День Рождения. А! Однажды я ему сняла видео человеческого задержания. Это был полный фейл. Я сняла ему видео. Милая девушка! Девушка! А можете чуть-чуть, пожалуйста, потише музыку? Спасибо. Я, значит, надела черное кружевное платье на одну руку. Сделала себе черные такие штуки. Значит, я была типа пантера. Ну и сняла видео, значит, как я там изящно кручусь под музыку. Это было не до рождения, это было 23 февраля. Не повторяйте моих ошибок. Не делайте так больше никогда. Умоляю. Значит, и я хотела показать, какая я вообще секси. Хотя мы уже тогда 3 года жили вместе, не знаю, что он там не видел. Значит, да, супер, спасибо. Он приходит домой, и я говорю, пожалуйста, садись в комнату. Подключила это видео к телевизору и закрыла комнату. Говорю, смотри. А мне эту идею подала там жена одного хоккеиста, что она так сделала с моим парнем, и ему очень понравилось. Мой ржал, у него же слезы с глаз катились, а я так горько плакала, что, не знаю, я так плакала, мне было так обидно, а, ну, короче, больше я такими делами не занимаюсь. Вот, какие у вас еще интересуют вопросы? Что еще можно подарить парню на день рождения? Вот, ну, это был мой единственный подарок вообще на все праздники. Как бы мне хватило. Это не Лиза очки, это мои очки. Почему у тебя такой тазик на голове? Ну, я не знаю, мне показалось, что это прикольно выглядит. Это мои вещи на мне, и что, да, иногда я надеваю вещь Лизы, иногда Лиза надевает мои вещи, что это такое. Ваш любимый парфюм? Знаете, у меня нет какого-то одного любимого парфюма, потому что ароматы приедаются, как я и говорила ранее, что я фаворитка арабских масел. А второй момент, я... Мне нравятся ароматы луи. Это очень классно. Да, Лиза приедет, Славка Лизина родная с утра. Вы, наверное, уже по ней соскучились. Выехал наконец-то, водитель меня нашел. Славусь, набери, пожалуйста, Лизе, она мне только что звонила, я ее сбросила. Вот. Может быть, она не знает, куда ехать, или, может быть, она хочет о чем-то поговорить важном. Можешь ей набрать, пожалуйста, потому что я сейчас в прямом эфире. Я объела, и что делать? Знаете, у меня есть два состояния. Когда я голодная, и когда я переела. И целый день потом лежу на животе, и думаю, о господи, зачем же я это сделала. Либо вот как сейчас, Таня, пожалуйста, быстрее приносите мне хоть корку хлеба, я хочу кушать. Да, действительно, Слава неописуемо красоты девушка, как и Лиза, как и все мои подруги, очень, честно, красивые. У меня иной раз складывается, эй, парень, возьми меня на самокат. Тоже хочу покататься на такой фигне. Классно. По-волнам, по-волнам, по-волнам. Мне 23 года, совсем скоро мне исполнится уже 24, я не могу в это поверить. Для меня это, знаете, когда мне было 18, я думала, что в 25 лет я вообще буду настолько просто взрослой, даже не то, что я там говорю о каких-то богатствах и каком-то состоянии, я просто думала по интеллекту, что я буду очень взрослой. Сейчас я все-таки считаю, что я чуть-чуть с каким-то поздним развитием, честно признаться, я еще в розовых очках. Когда мне день рождения, не скажу. Мэри, фотки в белье классные, знаете, я хотела сегодня уже архивировать, но вот сейчас с утра пока ехала, разговаривала со своей бабулечкой, бабушка, большой привет тебе, она смотрит мои эфиры, и она в таком восторге, она вообще любительница там обнаженных фотосессий, и она мне говорит, чтобы я ни в коем случае не удаляла этих терапий, потому что, потому что они просто топчат. Так ли до 30 лет будет казаться? Да ну нафиг. А что после 30 лет? Ба! Я отдыхаю в яхт-клубе Командор, находится он в Подмосковье, наверху, на севере. И если вы там где-то рядом живете, или там вы из Мытищ, или даже если вы из центра Москвы, в принципе, Славка моя сейчас едет с Красногорска, то это такое классное место. Я здесь на самом деле часто бываю, вот там стоит яхточка у моего знакомого, на которой мы проводили фотосессию с Леркой Боевой, вот, значит, в этот раз я подготовила такое вообще классное, насыщенное мероприятие, значит, сейчас у нас будет обед с подружками, вот я приехала самая первая, потом мы переодеваем купальники, мы идем ходить на яхте по воде, и попрыгаем оттуда прям в воду, покайфуем, вот, позагораем, далее мы идем на ужин, можем еще чуть-чуть позагорать и уже разъехаться по домам, то есть сегодня такое вот классное мероприятие я придумала, так что, если кто-то хочет тоже круто провести время, мне кажется, сейчас уже не актуально сидеть в ресторанах, на верандах, уже это подназытилось, поднадоело, и вот, хоть бы это мне еду несли. Это мне? Ой, ура! Спасибо большое. Ура. Ой, спасибо. Сейчас я вам скажу, что я ем. Вам, может быть, хлеб мне не нужен? Не, хлеб мне не нужен уже, спасибо. Ой. Как это вкусно. А какой аромат, вы не представляете. Понравилось? Да, выглядит супер. Танкеты можно руками. Это лучше хлебетка, что я ела за последнее время. Наверное, в наушниках слышно, как я жую, я в наушнике. Мэри, а что от нас для подружки? Ну, они в дороге. А чесночок, я обожаю жареный чеснок. Ммм, как вкусно. О, боже мой. Правда, невероятное ощущение. Ммм, как вкусно. Просто супер. Я сейчас не могу разговаривать. Моя бабушка приедет, и я ее сюда привезу. Моя бабушка скоро приезжает. Так, сейчас давай. Моя бабушка хозяйка этой жизни. Ой, чесночок. Смотрите, вот это мой любимый чесночок. Ммм, помидорки я не люблю. Вкусно очень. Да, бабушка, наверное, все будет прыгать. А что, моя бабушка и танцует, и поет? Она у меня вообще активистка. Откуда я беру деньги? Ребят, деньги мне падают с неба. Откуда я могу их брать? Бабушка не разрешает говорить, сколько ей лет. Поэтому я не могу вам сказать. Честно, я ей сама не знаю. Мне быстро жули, потому что я очень голодная. Очень. Ммм. Ммм. Рина? Ну, я думаю, что Рина, может быть, попозже сделаю. У меня нет никакого папика. У меня в окружении молодые, спортивные парни. Моя красота не нуждается в папиках, так что успокойтесь. Папики это так. Для провинциальных девиц, которые, кроме внешних данных, ничего не имеют. Я не знаю, кто такая Катя ты пила. Папика это уже не модно, это уже не актуально. Мы не в 2000-х, когда было круто встречаться с папиком. Не, мне, конечно, нравятся мужчины постарше, там, на 10-15 лет, но... Честно, они иной раз сами, как дети, поэтому... Вот, честно, очень вкусные креветки. Ты такая классная стала, без ресниц тебе хорошо, и без мейка. Ну, вот она я. В общем, без мейка. Мэри, дорогая, не делай Рина, но мне не нравится то, что когда я улыбаюсь, он стал загибаться. Поэтому меня это беспокоит. Вот. Ну, очень красиво, и правда приятно. Настолько ты шикарно выглядишь. Да, я действительно вижу, что я похорошела очень. Ммм. Не, ну нос, вы не подумайте, нос я как бы делать не собираюсь, в ближайшие лет 10 точно. Вот. Ну, просто я вижу иной раз, что на фотках он загибается. Ммм. Мужина рыбу поймал. Молодец. Супер. Такую рыбу поймал. Давно не читала, поэтому ничего не могу сказать. Нет, носик я не делала. Ммм. В этом плане, знаете, да, я общительная очень, потому что там, ну, люди стесняются на публике как-то вести себя, не знаю, тихо разговаривают, не могут там, не знаю, похвалить лишний раз друг друга. Идут по патрикам, сердицы такие сделают, блядь, как будто, я не знаю, все в миллион должны друг другу. Никто не улыбается, все боятся улыбнуться, все боятся показаться дураками. Мужчина поймал рыбу, почему бы его не похвалить? Это что, как расценивается, как что? Понимаете? Если бы сейчас здесь сидели люди, да, просто сейчас еще утром никого нет. Я бы, одна, там сидела, мужчина поймал рыбу, я бы, молодец, на меня бы посмотрели вот так вот, ну, подумали, ой, пьяная что ли? А я не пьяная. Я просто похвалила чувака. Креветок, 40 креветок, один подход по три раза. Что сказала Хузя? Да, Лиза приедет за искреннюю спасибо. Не скажу, что я самая искренняя, есть более душевные люди. Нет, я не могу остановиться, есть креветки, да что ты будешь делать, господи. А зеленька, она, знаете, еще в масле, я обожаю масло. Это восторг, это великолепие. Время такое мерзкое в этом плане, боятся, корона слетит у людей. Да, да, есть такой момент. Ты нашла мужика? Я его не ищу, мужика. Вот посмотрите, насколько у меня хорошая, интересная жизнь. Я занимаюсь спортом, я интересно провожу время. Зачем мне кого-то искать, когда он сам ко мне придет? Вкусно ешь, а шашлы не бегут. Я, честно, сама себе завидую. Не могу остановиться, вы меня простите. Девушка с вами, она намного красивее от себя. Учу-чу-чу-чу-чу, блядь, задела ты меня-то как? Ну, на вкус и цвет. Товарищи, нет, не могу сказать, что она страшненькая. Ну, нет смысла даже на что-то сравнять. Все, последняя креветка, держитесь. Видите, кто-то тут пишет, официант в шоке с тебя. Это вот эти вот опять рамки, то, что я сижу, разговариваю, то, что я сижу, занимаюсь своими делами, сижу за своим отдельным столом на воде, и человек настолько распереживался, что он даже на том конце чувствует дискомфорт от того, что я общаюсь. Ему кажется, что все на меня смотрят, и все от меня в шоке. Всем все равно. Нет, гиба не будет пока что, может быть, чуть позже. Я не сидела ни на питьево, ни на гречневой диете, ни на чем таком. Не знаю, мне кажется, это гробит ваш организм, честно признаться, всякие такие жесткие какие-то диеты непонятные. Все-таки организм должен получать полна и клетчатки, и белка, и углеводов. Поэтому я не знаю, сколько у нас стоит креветка-тарелок, тарелка-как-креветок я просто ее заказала. Не знаю, наверное, рублей пятьсот. Девушка Саймона высокая, красивая. Ну, господи, ну, идите к девушке Саймона. Что вы тут у меня в прямом эфире сидите? Вы думаете, что вы тем самым меня заденете? Или что? Я понять не могу. Вы можете одарить ее комплиментами и жить счастливой жизнью. Я не спорю, фигура шикарная, мне она даже импонентная. Покажи, что вокруг тебя. Знаете, я что-то переела. Мне нужно отдохнуть. Ну вот, я сейчас отдохну. И это, чуть позже я к вам выйду. Сейчас поплывем на яхте. Так что, пустите. Ну, все-таки опироль уже все дал по голове мне. Можно у вас собрать, да? Да, спасибо большое. Спасибочки. Ой, главное, наушники свои не забыть. Вот что я хочу положить. Это тоже можно забыть. Нет, это я еще пью. Куда? Твой бокал. Так, короче, ладно. Мои толстые ляшечки захотели спокойствия. Было приятно, конечно, с вами поболтать. Но увидимся чуть позже. Все, отсюда. Пока-пока.